там но есть проблема с работой за что не берусь ничего не получается одним словом не везет что со мной не так помогите разобраться очень часто человек становится человеком рассеянным чем больше человек сосредотачивается тем легче у него что-либо получается здесь вот два таких фактора есть почему мы рассеянные и второе почему у нас что-либо не получается у нас обычно не получается что-либо потому что мы вдруг начинаем думать что мы должны быть мгновенно специалистами допустим я никогда не изучал английский язык но вдруг для себя придумал что я хочу его изучить и покупаю книги сажусь и вдруг сталкиваюсь с тем что изучить его за три дня я не могу я начинаю у есть выбор я начинаю себя обвинять на даже тупой почему мне ничего не получается все уже выучили но нужно здесь задать себе вопрос они выучили за один день или за большое количество времени за большое количество времени так вот чем отличается человек у которого получается и человек у которого не получается не получается у того кто не старается и кто долго этого не делает почему я это говорю когда-то я учился играть на разных музыкальных инструментах на баяне на трубе и когда меня привели первый раз на баян или обучаться баяну то баян был огромная мне было восемь лет и мне поставили его на колени я не видел этих кнопок и учитель такой у меня попался хороший учитель и трубы и баяна и вот мой учитель он мне сказал не нужно бояться этот инструмент сначала не получится потом получится ты главное делай как я тебе буду показывать для меня это было поддержкой и я начал пробовать играть со мной вместе пошли обучаться еще десять мальчиков моих друзей все они через один месяц по уходили почему и когда я услышал как моя мама разговаривала с одной из мам таких мальчиков которая сказала у него просто не получается то моя сказала а у моего получается почему у меня получалось потому что я одно и то же делал многократно создавая рефлекс и так в жизни моей было всегда не получается потому что вы мало этим занимаетесь вот прямо с завтрашнего дня я решил допустим изучать html и программирование я начинаю подходить к этому потому что узнаю что данная работа она востребована я хочу стать там кем-то после чего я скачиваю книгу и там много ссылок на информацию которую я не знаю то есть если вот это это то нужно вот это и у меня два пути начать подробно изучать все что мне непонятно так вот это займет у меня большое количество времени потому что непонятную информацию мне нужно будет изучать все непонятные слова нужно будет многократно изучать это и сделать это одним махом невозможно именно поэтому когда люди говорят у меня ничего не получается то это скорее всего связано с тем что вы мало знаете об этом и очень мало этим занимаетесь и вы рассеяны а что и не непостоянны в этом для того чтобы стать даже блогерам человеку необходимо обучаться на протяжении нескольких месяцев для того чтобы книгу написать или статью необходимо много статей написать из них выбрать лучшую и это все не может получиться с первого раза так уж жизнь устроена даже дети 9 месяцев начинают ходить и идут по чуть-чуть что делает нас вот такими люди не сдержанными мы очень часто хотим покорить очень большую волну при этом ставим такие задачи для себя не понимая что все начинается с предельно малого и для того чтобы выучить язык необходимо много месяцев для того чтобы начать программировать необходимо много месяцев подготовки это все сложно а многие в школе там пропускали занятия многие не там человек хочет стать химиком он не обучался химии в школе и пропускал занятия или человек говорит я ничего не могу понять в органической химии ну нужно было учить органическую химию в девятом-десятом классе или там человек говорит у меня не получается я бы хотел стать конструктором надо было обучаться и знать что такое сопромат физику изучать школе и так далее но это же так само собой разумеется ну и второй момент это большинстве своем человек устроен по принципу центрального восприятия и и периферического восприятия начала информация попадает в периферический отдел и после этого переходит в основной отдел при этом в периферическом она должна многократно повториться и для того чтобы информация повторялась она должна занимать наше внимание не больше 30 секунд то есть как изучать слова вы выбираете слова и перевод и повторяете это слово там ну какой-нибудь майнер май нунгнах и после этого произносите по моему мнению майнер май нунгнах по моему мнению и делайте это 30 секунд подряд после этого отвлекаетесь и повторяйте это вновь и вновь делайте так 5-6 циклов тогда вы такое словосочетание сто процентов повторив на следующий день запомните как это устроено до трех минут наши до 30 секунд или до трех минут мы можем запоминать определенную информацию потом 40 секунд до 1 минуты должны отдыхать как мы засоряем свои мозги вот представьте себе стол на столе много еды и вы начинаете есть вместе вместе с едой красивые тарелки начинайте поглощать гвозди едите битую посуду или съедайте красивую пластмассовую тарелку и после этого вам становится очень плохо человек даже может умереть так вот когда человек входит в тик ток или начинает парсить по инстаграму или начинает видеть короткие видео или начинает все время воздействовать на вот эту периферическую систему нашего запоминания и у него происходит засорение внимания и засорение мозга и это засорение мозга может привести к тому что мозг отомрет то есть появится на этом фоне невротическое состояние неврозы беспокойство бессонница почему но это то же самое что есть вместе с едой посуду вам же эта информация не нужна вы об этом не задумывались тогда зачем вы ее поглотили но вы думаете что вы не поглощаете ее и очень напрасно дело в том что люди которые смотрят и получают информацию совершенно разные вот такой вот стихийной трансляции допустим там какие-нибудь видео которые между собой бессвязные о том как кто-то живет о том что что-то где-то происходит и так далее то такая информация она может отравлять мозг и превращать мозг в коллегу человек становится несосредоточенным у него изменяется память у него появляется тики нервные он перевозбужден центральная нервная деятельность когда она уходит как бы переистощается то она переходит в периферическую нервную деятельность и у вас начинается там губы грызете ногой дергаете глазами тики появляются это говорит о том что центральная нервная система угнетена и ваши состояния перешло в периферическую нервную систему это говорит о том что вы находитесь в бедственном состоянии поэтому нужно концентрироваться выбирать информацию только та которая вам необходима та которая вам подходит и более серьезно к этому относиться тогда вот таких вопросов о том почему ничего не получается потому что не можете что-то запомнить или обучаться не будут возникать также почему ничего не получается и тут такой вопрос конкретно о чем вы говорите если я предпринимательской деятельности то вы находитесь в мире где находится 2 миллиарда человек которые занимаются предпринимательской деятельностью скажите быть конкурентным в этой среде сложно ну да а кто победит более быстрый более умный более образованный а человек говорит у меня ничего не получается ну а почему вы считаете что на храпом вы сразу будете там много зарабатывать вы будете лучше всех это все длительная тренировка это по-другому называется работа